Доброе утро, дорогие друзья! Новая неделя началась, и мы рады, что вы с нами с утренним телеканалом Ростовской области. Я рада представить своих коллег, замечательных ведущих, Ирина Черная, Александр Бачков и я, Алина Малинина. Будем сегодня с вами. Доброе утро, друзья! Ура, наконец-таки понедельник! Я не знаю, как вы, я по вам скучал, мои милые девочки, честно говоря. Даже хотел начать программу с песни «Без женщин жить нельзя на свете», нет? Да. Вот, поэтому, ну, понимаете, праздничное настроение после выходных, оно такое. Выходные прошли замечательно, Саша, я понимаю. Да, отлично провести в трудах Аки Пчела, а вы думаете, нам легко. Молодец! Доброе утро, друзья! Хорошего вам настроения! Проснулись, потянулись, посмотрели в зеркало и сказали себе, как я сегодня хороша! Да, в эфире программа «Утро», и теперь вся неделя у вас вновь будет яркой. Ну, раз я уже начал петь, то тогда так и хочется сказать, честно говоря, музончик погромче, стекла пониже. Поехали! Саша, что это было сейчас? Это был Яндекс.Навигатор. А, я знаю, о чем ты заговорил. Яндекс.Навигатор, друзья, совсем недавно заговорил голосом. Чьим? Чьим голосом? Давайте спросим у Алины. Я просто знаю наизусть строки некоторых песен ростовских исполнителей. Ростовских исполнителей. Кстати, давайте такое... Заговорить голосом... Вот смотрите, допустим, такой вопрос сразу телезрителям. Человека, который стал Человеком года по версии журнала «Джи-Дью». Да. Человек года 2017. Наш ростовчанин с земля. Причем он победил в главной номинации и в номинации «Музыка года». Варианты ответов? Я знаю ответ. Давайте. Тридцать все вместе. Этот человек, подожди, этот человек, чья песня шесть лет стояла у меня на рингтоне. И зовут его Баста. Вы продолжаете смотреть утренний телеканал. И от маленькой информации к большой. Отличные новости, дорогие друзья. Но я немножко дополню эту картину. Итак, сегодня 16 сентября, понедельник. Так вот, 1400... Сегодня не 16 сентября, сегодня 18 сентября. Ой, точно, господи. Сегодня 18 сентября, друзья мои. И жизнь торопится и чувствует, спешит. Да. 18 сентября 1492 года во время первой экспедиции Колумба было открыто Саргасово море. Вот такое событие. Вот бы сейчас на море. Вот бы сейчас на море. Там как раз бархатный сезон. Там не только бархатный сезон, там еще кое-кто из наших общих знакомых сейчас на море. Привет туда улетел. Да, привет туда улетел. Итак, 18 сентября 1907 года пошел первый трамвай по улицам Санкт-Петербурга. Ну, это очень значимое событие. И снова ваши аплодисменты. И снова ваши аплодисменты. 18 сентября 1918 года. Знаете, 18-е, 18-е, очень такая знаменательная штука. Учрежден орден Красного Знамени. Прекрасно. И снова аплодисменты. Образовано государство Малайзия в 1963 году. Ну, собственно говоря, государство... Только в 1963 году? Да, в 1963 году, 18 сентября. Собственно говоря, ровесница моего брата старшего. А вот в 1983 году, наконец-таки, Арнольд Шварценеггер получил гражданство Америка. Я думала, наконец-то родился Арнольд Шварценеггер. Я тоже так думаю, надо же. Ну, еще одно из области культуры, так как мы любим культуру, о ней говорим. Тем более, огромное количество праздников прошло на выходных. Итак, 18 сентября 1998 года вышел мюзикл «Ноттердам де Пари». Я даже знаю, что Ира может спеть оттуда какой-нибудь... Ира, вообще... «Драва мужчину превращает красота». Это да. «И после смерти мне не обреси покой. Я душу дьяволу отдам за ночь тобой». Хорошо. Это была лирическая пауза. Вот так вот мы пользуемся служебным положением. Признаемся друг другу в любви. Ну что ж. Почему бы нет? Кстати, мне всегда казалось, что когда люди просыпаются, они должны друг другу говорить о любви. Пару ласково. И не важно, это ребенок, мама, папа, муж, брат, сестра. Вот всем надо. Кстати, я пока сегодня приводила себя в порядок перед эфиром. Кто-то, проходя мимо, так нежно чмокло у меня в плечика. Мне нравится, что это кто-то был. Мне в ладах приятно и неожиданно. А посмотрите, в этот момент Ира красила ресницы. Раз, и у нее такой виску. И сразу стрелки подвела. Вот видите, как хорошо. Любовь делает все в нашей жизни. Любовь спасет мир, и вы это прекрасно знаете. Да, главное, чтобы она длилась вечно и как можно дольше. У нас есть еще информация, Саша? Конечно, дело в том, что я знаю, что у нас есть точная информация про долгожителей в Японии. А, тогда я. Представляете, как они долго друг друга любят. Чем дольше живешь, тем больше любишь. Сегодня день пожилого, день почитания пожилого человека в Японии. Вам сколько лет? 80. Ну вот, вы еще молодая, значит, садитесь на это место. А мне 85. Вот так говорят в японском автобусе. Ежегодно в 3 понедельник сентября в Японии отмечается День почитания пожилых людей. Можно секундочку? Я думал, наоборот, там говорят в японском автобусе. Вам сколько лет? 80? А, ну тогда вы еще постоите, мне 85, я присяду. Ну, кстати, да. Я хочу сказать вам такие цифры, которые меня просто заворожили. Давайте. Средняя продолжительность жизни японца составляет 79,5 лет, а японок 85,9. Представляете? Ну, кстати, давно же известно, что в Японии самые долгоживущие люди проживают. И самое большое количество долгожителей. Так вот, я хочу сказать, что в этот день младшее поколение дарит японцам, вот тем, кто перешагнул за 60, дарит красные жилеты и красные шапочки. А остальным, кто уже за 70, за 80, им, значит, дарят другого цвета жилеты и шапочки. В принципе, можно определить. Какие молодцы, так цветом обозначают людей. А вот, смотрите, 77, сиреневые, 80, 90 желтые, а 99-летние в белом ходят. Ну, они уже готовятся. А вы знаете, кстати, что очень скоро во всем мире будет отмечаться День пожилого человека, 1 октября. Ну, в нашей стране так точно. В нашей стране уже отмечаются. И много лет, и очень хорошая традиция. Знаете, что я делаю в День пожилого человека? Я покупаю всякие вкусности, которые знаю, что там, допустим, бабушки знакомые или какие-то женщины пожилого возраста, но не могут себе позволить. Я покупаю, набираю это все в корзинку и еду с ними обедать. Разговариваю. Мне кажется, им это очень надо. Представляешь, Ира, как голубей в парке бабушки кормят. Ира выходит и говорит, ну-ка, бабульки, ко мне на лавочке. Вы понимаете, им общение надо. Им надо с кем-то поговорить, им надо с кем-то поделиться. А сколько они знают всего интересного? Каким опытом могут поделиться? На самом деле у меня есть две подружки, которым уже за 75. Я вам хочу сказать, что люди живут долго, потому что когда у них есть какая-то цель, либо мечта. Когда они счастливы. Вот представьте, бабушки, это другой вопрос. Вот когда у них есть мотивация. Вот представьте, бабушки, у которых нет мотивации, им скучно. Им скучно, а у кого есть мотивация, господи, у кого есть мотивация, те с утра сегодня занимаются зарядкой. Да. Никогда не поздно быть в форме. И сегодня у нас круговая тренировка. Прыжки ноги вместе, ноги в роте с приседом. Старайтесь выпрыгнуть максимально высоко. Приземление должно быть мягким. При выпрыгивании не заваливайте колени вовнутрь. Выполните 20 повторений. Махи из выпада. Выполняем обратный выпад. Чем дальше ставим ногу назад, тем больше задействована большая ягодичная. Маховое движение выполняется вперед прямой ногой. Верхняя половина тела удерживается вертикально. Выполните 10 повторений на каждую ногу. Обратные отжимания на фитболе. Упираем мяч в стену и упираем на него руками близко к центру. Колени и бедра образуют прямой угол. Спина прямая. Локти сгибаем не ниже прямого угла. Выполните 15-20 повторений. Отжимания на фитболе. Передняя поверхность бедра на фитболе. Руки, как для обычных отжиманий. На вдохе опускаемся. На выдохе подъем. Выполните 15-20 повторений. Передача мяча. Лягте на спину. Вытяните руки за голову. Ноги прямые. Поясница прижата. Одновременно поднимите ноги и руки, отрывая лопатки. Передавайте мяч от ног к рукам и обратно. Выполните 15-20 повторений. Выполняем не меньше 2-3 кругов. Совершенствуйтесь вместе с нами. Будьте в форме. Между прочим, стало известно, что очень скоро парк Сабино в городе Ростове-на-Дону приобретет новый внешний вид, потому что властями было принято решение о его реконструкции. Об этом нам сообщает наш любимый, замечательный информационный портал don24.ru. А что еще интересного сообщает? Рассказываю, что уже до конца этого года обещали его привести в порядок. Потратят около 120 миллионов рублей на его реконструкцию. Уже проходят конкурсы, ищут подрядчика. И за два месяца должны установить новые фонари для наружного освещения, высадить порядка 350 деревьев, смонтировать системы видеонаблюдения и полива, а также установить ограждения и отремонтировать дорожки. И гостям и жителям города Ростова-на-Дону будет предоставлено новое прекрасное место, где можно будет гулять, просто наслаждаться отдыхом. Отдыхать, отдыхать воздухом, потому что там будет зелень. Просто прийти почитать книжку на лавочке. Жалко, что в зиму, но уже к лету все расцветет и будет прекрасно. Дорогие друзья, не знаю, как вы, я засну. Алина таким голосом разговаривает. Вроде бы понедельник, начало рабочей недели, но ты меня убаюкиваешь, честно. Вот это просто потрясающе, правда? Ты не спишь, потому что я тебя ногой все время толкаю под столом, поэтому тебе не спится. До Алины я не могу дотянуться. Друзья, тут вообще электрошок, шокер, шокер в стуле, поэтому периодически бьет током. Но раз мы начали о благоустройстве нашего города, у меня тоже есть очень интересная информация. Я сам, когда о ней узнал, прям удивился и восхитился. На месте ростовского аэропорта появится жилой район на 150 тысяч человек. Вот так, дорогие друзья. После переезда действующего аэропорта на проспекте Шолохова, Ростове-на-Дону, в Платов, на его месте появится новый жилой район. Но что самое интересное, дорогие друзья, что взлетно-посадочную полосу не будут застраивать. Вот эта длинная полоса. То есть часть покрытия снимут для того, чтобы сделать дорожки? Нет, ну это естественно все сделают, уберут эту бетонную полосу просто в размере вот этой взлетно-посадочной полосы, насколько я правильно понял. Посадят деревья, кустарники, лавочки, какие-то арт-объекты, как на набережной, например, или на Пушкинской. Это тоже будет прекрасно. Поэтому еще одно место будет, да, где можно будет гулять. Кстати, Алина, вот там можно свидание проводить. А почему Алина? А почему Алина? А, да, девочки, там можно проводить свидание. Ну я-то женатый человек, а вы-то нет. Не забывай о старшем поколении. А вы-то нет, друзья мои, по секрету, Алина не замужем. Вот, поэтому приглашайте. Относительно информации о новых парках в нашем городе. Недавно были произведены определенные исследования российскими учеными и выявили самые грязные города и самые чистые. И где среди них? На самом деле Новочеркас, к сожалению, оказался не в приоритете. Он относится к достаточно загрязненным городам. Как обидно, а мне так нравится Новочеркас. Потому что там очень много промышленных объектов. Вот буквально на той неделе. Да, кстати. Как вы помните, я была в Новочеркасске. И могу сказать, что Александровский сад, это парковая зона в Новочеркасске, мне безумно понравился. Если приедете туда, обязательно загляните, там можно приятно прогуляться, посидеть на лавочках. Очень много фонтанчиков, которые функционируют. Главное, чтобы во всем этом была хорошая погода. Правда, Ирочка? Ты можешь рассказать о погоде, тем более, что у нас осталось 30 секунд. В общем, главная погода в доме, как считает Саша. Не в доме, а в парке. И в парке. Но сегодня у нас днем до 32 градусов. Друзья мои, лето продолжается. Бабье лето никак не хочет вступать в свои права. Тепло еще продержится, кстати, до конца недели. И Алине не дали договорить про парки. Но раз такое дело, в парке можно сесть на скамеечку. Да ладно? Открыть гороскоп и прочитать. А если у вас нет куда читать, тогда включайте Дон-24 программу «Утро» и слушайте гороскоп от Изабеллы Городецкой. А если у вас нет с собой гороскопа, можно пригласить на лавочку Изабеллу Городецкую. Она вам лично расскажет. Овны. Сегодня не надейтесь переубедить партнера. Если ваши принципы серьезно различаются, вам будет непросто найти общий язык. Тельцы. Звезды советуют вам сегодня серьезно относиться к комплексу своих повседневных обязанностей. Соблюдайте служебную субординацию. Близнецы. Вплоть до вечера вы будете способны уверенно шагать в поставленной цели, не сомневая в своих способностях или в профессиональной квалификации. Раки. Утром и днем соблюдайте правила «Не переступайте границ дозволенного». Добровольно считайтесь профессиональным кодексом чести и комплексом семейных традиций, иначе вас принудят к этому обстоятельству. Львы. Утренние и дневные часы благоприятны для профессиональных контактов, посещения государственных учреждений, визита в нотариальную контору. Девы. Пора трезво оценить свои возможности. В зависимости от ситуации это могут быть материальные накопления, партнерские и клиентские связи, профессиональные умения. Весы. Сегодня вы тяготеете к автономии и предпочитаете самостоятельность. Препятствием к доверительному общению с вами может стать ваша же принципиальность. Скорпионы. Сегодня до наступления вечера вам будет полезно временное пребывание за кулисами, особенно если вам нужно на чем-то сконцентрироваться или что-то утаить. Стрельцы. Утренние и дневные часы располагают к спокойной работе по заранее продуманному плану. Сегодня вы можете твердо рассчитывать на поддержку друзей и старших партнеров. Козероги. Сегодня основные инструменты достижения целей – профессионализм и жизненный опыт. Водолей. Для важных дел выбирайте утренние и дневные часы. В это время ваша логика будет железной, а выбор – безупречным. Рыбы. В финансовых вопросах сегодня вам не помешают экономность и осмотрительность. Вечер позволит вам вернуться к непринужденному выражению чувств и к более удобному стилю действий. Пару минут вы от нас отдохнули и снова здравствуйте. И снова о погоде, потому что это важно. Кто-то ведь сейчас закрывает двери и уже выходит на улицу. Кто-то уже отвечает на телефонные звонки. Возможно. По работе, скорее всего. Не волнуйтесь, вам сегодня зонтик брать с собой не надо. И даже теплую кофту. Хотя сейчас на улице плюс 18, днем до 32 градусов. Вечером, кстати, тоже будет очень тепло. Возьмите с собой сплит-систему. Носите это в кармане. Хочу сказать, что в Таганроге сегодня до 29 градусов, в Сальске до 27, красный сулин плюс 24, а в шахтах всего лишь плюс 21. Самая высокая температура была плюс 34. В каком, Саша, году? В каком году? Посмотри, пожалуйста, здесь написано. В Таганроге? Нет, самая высокая температура. А, за год до моего рождения, в 1971. Саша, ты такой молодой? Да. Боже мой, и шо юный. Вечно молодой, вечно пьяный. Да, а самая низкая температура была? А самая низкая температура? За год до моего рождения, в 58-м. В 1958-м. А, я хуй, отлично. Да, кстати, а вот если говорить о днях рождения, вот сегодня, 18 сентября, моей бабушке, если бы она дожила, было бы 99 лет, к сожалению, ее нет. Да, но звали ее Жанна. И, кстати, к сожалению, ее нет и в именинниках. Сегодня ведь тоже есть именинники. Сегодня в понедельник, дорогие друзья, если кто-то вдруг в дверях краем уха может услышать свое имя, мы поздравляем вас, у вас сегодня именины. Итак, Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Вальдемар, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Роман, кстати, сыну надо позвонить в Голландию, у него сегодня именины, Сергей, Харитон и Василиса. Вот, кстати, я когда думал, как назвать дочку, Василиса была одним из вариантов. Это очень модное имя, между прочим. У Саши список еще на восьми листах, поэтому остальных мы мечтать не будем. Просто поздравляем всех именинников. А мы не назвали Василиса, потому что все высказали, Вася, иди сюда. Вот, понимаешь, Вася, Васька, Васька, иди сюда. Ну, и хотелось бы еще одних, не то, чтобы, да, отметить, не вспомнить, а отметить еще одних людей, чьи профессии вчера отмечали праздник. День работника леса 17 сентября отмечался у нас. И, естественно, у нас много лесов. То есть фраза «идите вы лесом» для работников леса воспринимается как радость. Как на работу? Надо идти работой. Надо идти работой. Идите на работу, да. Так что мы поздравляем с прошедшим профессиональным праздником всех людей, которые причаствуют к этой профессии, которые работают в лесу, сохраняют его, оберегают для нас, а мы потом дышим свежим воздухом. Я думаю, что это праздник всей земли, потому что благодаря лесам мы все действительно, как сказала Алина, дышим. Поэтому обращаемся ко всем телезрителям. Берегите лес. Помните, как это? Берегите природу, мать вашу. В гадалки не ходите. Алина читает все это из газеты «Молот». Ну, кстати, да. Между прочим. Из информации. Про работников леса я прочитала в газете «Молот». Она мне всегда помогает быть в курсе событий. Если я не ошибаюсь, подписная кампания на газету «Молот» продолжается. Газета выходит два раза в неделю, на огромной территории Ростовской области распространяется. Поэтому можете еще успеть подписаться. Она все так же приятно пахнет. Я могу даже подписной индекс прямо сейчас сказать. Быстренько. Чтобы не искать. Давай, давай. П-277 и 4. Ну, в общем, 27-74. Так проще. Да, 27-74 так легче. Напомни. Все, что угодно есть в газете «Молот», но одного точно знаю там нет. Там никогда нету рецептов каких-нибудь вкусностей. А очень с утра хотелось бы попробовать не что-нибудь, а бельгийские вафли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, ну, на самом деле, прекрасно, что путешествия мы можем привозить оттуда какие-то рецепты. Например, из Бельгии, бельгийские вафли, еще откуда-то что-нибудь еще. Вот есть история про путешественника, который, дай бог, чтобы себя привез из путешествия. Вот так даже? Найден самый невезучий путешественник в мире. О, как интересно. О чем люди только не рассказывают. Да, по выражению лица, кстати, можно понять, что да. Мне кажется, понятно, что человеку не везет регулярно. Ему 29 лет, зовут его Джек Пейдж. И, возможно, именно он является самым невезучим в мире путешественником. Почему? Кстати, он является специалистом по нештатным ситуациям, но все его ситуации, все его путешествия превращаются в абсолютную катастрофу. Это называется сапожник без сапог. Ну, практически. Когда он других может, а себя нет. Нет, ты знаешь, наоборот, он знает, как из них выходить, и пока еще все в порядке, и продолжает путешествовать. 10 лет Джек выбирает экзотические маршруты. Так вот, что с ним случалось? Во время поездки по Бирме его поезд сошел с рельсов. Он застрял там на 36 часов. Когда он приехал на один из необитаемых островов у Борнео, все его запасы еды были съедены ящерицами. Ну, Господи. Как же человеку не везет, да? По черному. В Индии Пейджа атаковала, вот как вы думаете, кто на него напал в Индии? Корова. Да. Это священное животное в Индии, поэтому. Да. Я угадалась. Она напала на него. Во время восхождения на Эверест он подхватил инфекцию пищеварительной системы. И застрял еще на 36 часов. Вы знаете, я когда читала следующую историю, я прям даже напряглась, испугалась. Когда он приехал в Чернобыль в 2015 году, даже там с ним что-то произошло. Его утащил облученный Сом, вот такой огромный, в реку Припяти, да? Нет, он попал в какую-то протестную акцию. Его заставили потом удалить все фотографии, которые были у него на протяжении какого-то время, по путешествию, и он потерял определенную часть снимков. Ну, ездит он не всегда один, ездит он зачастую со своей девушкой, и она считает, что, возможно, в нештатных ситуациях было бы меньше, если бы они выбирали более привычные и спокойные маршруты. Я хотел сказать, в Турцию так в Турцию, в Париж так в Париж, и нечего мудрить. А я вот вам скажу, друзья мои, о привычном, все знают, наверное, такой привычный маршрут, как Ростов-Адлер. И многие пользуются замечательным поездом номер 642. Который уходит с понедельника по воскресенье. Он уходит 20.55, а в Адлер прибывает 8.42. В чем особенность, друзья? Теперь этот поезд двухэтажный. Вот этот потрясающий красавец двухэтажный. И теперь мы можем с вами отправляться на море, ехать на голове у соседей. На двухэтажном поезде. Скажи мне об одном только, прошу тебя. РЖД мне не доплачивает. А пора бы. А пора бы. Хотя бы билетами. Саша, а пора бы брать хотя бы билеты. Я просто очень, это близка тема мне, я очень люблю ездить в Москву на двухэтажном поезде. И поэтому то, что... Александр, а вы, я смотрю, да. Можете себе это позволить. Вы знаете, в чем но? Я когда-то приехал на поезде в Москву и сижу уже в гостинице и думаю, что меня шатает. На втором этаже, когда сидишь, да, там хорошо все видно, но там качка больше. И я сижу, и у меня еще три часа, значит, какой-нибудь доктор говорит, а вам, батенька, вестибулярный бы аборат проверить. Может быть. Вот вам, батенька, и проверить бы. И каждый раз мне рассказывать тогда о том, какие ходят поезда. Во сколько и куда уходят. Да. Нет, на самом деле новость хорошая. Жалко, что нет... Спасибо, что дал мне договорить. Да, прости. Жалко, что нет тренировки для вестибулярного аппарата. Кстати, почему ты думаешь, что ее нет? Есть, и я тебе даже потом расскажу, потому что целый комплекс упражнений. Потому что я знаю, как нужно тренировать. Хотя я в прошлом вертолетчиком. Мне не должно укачивать, ведь я летал. А я в нынешнем скейтбордистка. Смотри, как удивила. Я просто сейчас в замешательстве. Сколько еще я о вас чего не знаю? Сколько скелетов у вас в шкафу? Огромное количество. Саша, скажи мне, пожалуйста, ты грудные мышцы когда-нибудь тренировал? Как вертолетчик. Смотрите, я могу сейчас так расслабить. Смотрите, а вот напряг. Расслабил, напряг. Саша, прекрати, пожалуйста. Прекрати, пожалуйста. Это делать, потому что как правильно это делать, сейчас нам расскажут. Давайте посмотрим. В этом ролике мы расскажем о пяти самых эффективных упражнениях, с помощью которых вы сможете прокачать грудные мышцы. Жим штанги лёжа в тренажёре Смита. Установите спинку скамьи в необходимое положение. При выполнении упражнения на наклонной скамье нагрузка смещается на верхнюю часть груди. Лягте на скамью и возьмитесь за гриф широким хватом. На вдохе опустите штангу на грудь, а на выдохе выжмите её вверх. Выполните три подхода по 10-12 повторений. Жим сидя с использованием тренажёра. Отрегулируйте сидение тренажёра так, чтобы рукоятки были на уровне груди. Сядьте в тренажёр. Поясница должна быть плотно прижата к спинке. Ступни упираются в пол. Сделайте вдох, а на выдохе, разгибая руки в локтях, выжмите рукояти вверх. Медленно вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 10-12 повторений. Сведение рук в тренажёре «Бабочка». Отрегулируйте высоту сидения тренажёра таким образом, чтобы ручки были на уровне груди. Сядьте в тренажёр и упритесь спиной в спинку. Вдохните. На выдохе начните сводить ручки тренажёра перед собой. В конечной точке траектории сожмите и максимально напрягите грудные мышцы, удерживая пиковое сокращение в течение 1-2 секунд. Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 10-12 повторений. Сведение рук на верхнем блоке стоя. Возьмите рукояти верхнего блока и держите их в немного согнутых руках. Для большей устойчивости поставьте одну ногу вперёд. На выдохе сведите руки перед собой за счёт напряжения грудных мышц. На вдохе вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 10-12 повторений. Сведение рук на нижнем блоке лёжа. Поставьте скамью в тросовый тренажёр. Возьмите рукояти нижнего блока хватом ладонями вверх и лягте на скамью. Разведите немного согнутые в локтях руки в стороны, параллельно полу. На выдохе, напрягая грудные мышцы, сведите руки вместе прямо перед собой. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение. Выполните три подхода по 15 повторений. Помните, качать грудные мышцы необходимо не чаще одного раза в неделю. Так ваши мышцы получат достаточную нагрузку и успеют полноценно восстановиться к следующей тренировке. Австрийские учёные выяснили, что после прослушивания музыки мужчина кажется женщинам более привлекательным. Александр, вот вы, когда послушаете музыку, женщина кажется вам более привлекательной? Или есть какие-то другие способы? В каком варианте он должен слушать музыку? Должна женщина петь? Или она просто рядом находиться? Нет, это не важно. Просто музыка делает более привлекательный противоположный пол. Но вот хочу у Александра задать вопрос. Не наблюдалось ли у него таких тенденций? То есть, если я слушаю музыку, то девушка мне кажется симпатичной. Да, после. Ну, послушали, вышли. О, боже, какая красавица. Ну, честно говоря, ни разу такого не пробовал, но нужно попробовать. Я знаю, например, что музыка Моцарта очень хорошо влияет. А я знаю, что вообще мужчины и женский голос чаще всего воспринимают как музыку. И до них смысл сказанного женщины доходит значительно позже. Ну, вот смотрите, было проведено исследование. 96 подопытных людей. Двух полов. Прослушали музыку. 80 пьес. Для пианино. Так много-то. Ну, а вот так вот решили сразу. Причем за один раз привязали стул. И они уже сказали, да, все намного симпатичнее. Только отпустите меня. Бытька музыкой продолжалась пятый час. Причем это были мужчины, а пыталась женщина. Вы очень симпатичные. Так вот, слушай, Саша, между прочим, после этого им показали фотографии противоположного пола. То есть мальчикам девочек, девочкам мальчикам. И выяснилось, что на мальчиков музыка никак не влияет. А девушки дали более положительную и высокую оценку фотографиям мужчины. Решили, что они более привлекательные. Потому что девушки романтичные. Потому что девушки, когда слушают музыку, у них сразу куда-то улетают мысли. Они фантазируют о принце на белом коне. Вы знаете, так что лайфхак. Лайфхак от телеканала «Утро». Перед тем, как девушку пригласить на свидание, дайте ей послушать прекрасную музыку. Да. Ты все уже рассказала? Да. Тогда я про музыку тоже могу рассказать. Но прежде я хочу, чтобы нам поставили музыку, и вы послушали. Субтитры подогнал «Симон» Куренки, а вы, девочки, стали симпатичнее. Спасибо, Саша. У них просто удои, наверное, увеличивается. Вот, Саша, ты вот корень прямо смотришь. Вот когда коровы слушают классическую музыку, у них увеличиваются удои. И еще жирность молока увеличивается. Это вам не шуточка, мне кажется. Вы же знаете эти эксперименты, когда в воду ставят и играет какая-то классическая музыка, то потом замораживают кристаллы, и они очень правильной и красивой формы. А если включить какой-нибудь рок или тяжелый, то кристаллы в ужасе. Да, и падают на дой, и коровы худеют. Но вы знаете, что некоторые пошли дальше фермеры, они не просто музыку ставят коровам. Они перед каждой коровой поставили экран, и там показывают красивые пейзажи. То есть они обманывают коров. А еще они поставили... Давайте будем реалистами. Они просто обманывают коров. Коровы думают, что они палятся в асфальтах. А еще они ставят палочки с благовониями, и коровы думают, что они сейчас в Индии, например, где они святые и все почитают. Знаете, зато наш сайт, Дон24, никого не обманывает. Хочу рассказать немного о проведенном исследовании. Благодаря сервису Яндекс.Музыка стало известно топ-10 самых популярных песен, которые слушали ростовчане за все лето. Итак? Итак, ну, естественно, я вам так скажу, что не все из них русскоязычные, далеко не все. Из десяти на первом месте исполнительница Лобода, которая радовала нас буквально вчера своим пением. Ростовчане очень любят Светлану Лободу и слушают. Заслушали ее просто до дыр. Все песни скачали, все клипы пересмотрели. А скажи мне, пожалуйста, а Сати Казанову слушают? Сати Казанову, вот, вот, нет. Этим летом не очень сильно слушают. А придется, а придется, потому... А в топ-10 не вошли. Придется, потому что мы насильно сейчас всех заставим слушать Сати Казанову, чтобы у вас было хорошее настроение, и чтобы для Саши все женщины казались красавицами. И чего мы стоим? Доброе утро, друзья! Я просто засмотрелся на Алину. Она сегодня необычайно красива. Не зря все говорят, красота спасет мир. А иногда мир спасает владение... Информацией. Информацией. Поэтому смотрите программу «Утро», и поэтому утро будет ярким. А иногда спасает не мир, а девушку. Умение владения, допустим, языком, умение договариваться, или владение какими-нибудь приемчиками такими. Тем более, что... Я поняла, к чему ты понял. Вы помните, что когда мы начинали нашу вообще программу неделю назад, то в это время был Международный день Тэквондо. И мы приглашали ребят, но они не могли приехать, потому что где-то защищали честь нашей Родины. Да, но теперь они с нами, расскажут обо всех секретах и обо всех соревнованиях. Доброе утро, друзья. У нас в гостях тренер Роман Кондратьев. Он является старшим тренером детской сборной спортивного клуба «Грандмастер», а также победитель первенства России среди кадетов и бронзовый призер первенства мира среди кадетов Артем Бурденюк. Доброе утро. Доброе утро. Ну, это можно поаплодировать таким достижением. Браво, мы рады вас. Можно я с вами поздороваюсь? Здравствуйте, друзья. Я вот, кстати, хочу сказать, у бойцов, у них отличается вот рукопожатие. Рукопожатие чем? Крепче? Ну, оно такое крепкое, да. Вот молодой человек, а у рукопожатия уже все, железный человек. А вот расскажите, вы как железные люди. Ну, во-первых, хотим Артема поздравить. Ты стал бродзовым призером в Египте, правильно? Ничего не путаю. Давно вернулся? Ну, уже, да, где-то две недели назад. Уже две недели назад. Восстановление, адаптация, все прошли? Да, уже успешно все прошло. Пирамиды египетские на месте? На месте, только мы их не видели. Не видел. Только потому что человек бронзу вез. Я думал, они тренировались на пирамидах. Чего? Вы что-нибудь кричите, когда там... Да, выкрик делаем. Что делаете? Кихап. 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 И что это означает? Это что, выдох? Выдох, кихап и выкрик. А можете вот продемонстрировать? Да, а что? Вот, вот, на первую, вот, вот туда. Вот. А что он должен? Ну, вот продемонстрировать крипп. Да. Ну, не я же. Бронзовый призер. Ну-ка. Только стол стеклянный предупреждаю. Там дело в том, что... Саша, там дело в том, что не по крикам бронзу давали, а за другие заслуги. Подождите, всем интересно. Все знают вот это стандартное, распространенное... Кия! А вот тут что вы кричите? Кихап. Тебе же сказали. Попробуешь после программы. Ну, начнем с того, что... Спортивный клуб Грандмастер... Человек только набрал воздух в легкие, а вы мне дали. Спортивный клуб Грандмастер является сильнейшим спортивным клубом в Европе и России по олимпийскому тэквондо. Правильно все сговорил? Правильно, правильно. Ну, это олимпийский вид спорта. И я знаю, что в прошлом году на Олимпиаде подопечные вашего клуба завоевали медали. Завоевали. Какие? Денис Сенко Алексеевна стал серебряным призером олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ну, к сожалению, рассчитывали на золото, но вышло так. Слушайте, Роман сказал Рио-де-Жанейро. Я посмотрел на Рому и вспомнил Остапа Бендера. Ведь это же Шура Балаганов. Копия вообще. В Рио-де-Жанейро, да. Отлично. Ну, вот видишь, какой ассоциативный ряд. Ну, мы сегодня про тэквондо. Осторожней, шути. Ты же понимаешь, с кем мы... Это приятные шутки. Вы что, с этими странами не справлют? Саша далеко стоит, поэтому шутить как хочет. Мы люди не агрессивные. А вот, кстати, вы мирные люди. Да. А как вы... Да, у нас же есть философия. А расскажите, а какая? А философия? Конечно. Да, да, да. Это правда интересно. Мы подавляем свою агрессию. У нас нет агрессии по сути, как таковой. Вот. Мы концентрируемся просто на бое. Вот. Выходим на поединок, вся концентрация уходит туда. А так, в обычное время мы приветливые, доброжелательные. Ну, кстати, я хочу... То есть вы билые и пушистые, в принципе, в жизни. Я хочу вам сказать, что только неуверенные люди в себе агрессивные. Потому что больше нечем брать. А когда ты знаешь, что ты можешь, ты спокойно разговариваешь. Ну, у меня, наверное, есть... Даже я очень спокойный сейчас. Я вижу, вы... У меня, наверное, есть некоторый вопрос по этому поводу. К Роману, как к тренеру, да? Вот вы сейчас сказали, что вы подавляете свою агрессию. Вы работаете с подростками. Да. Сложный период. Пубертатный период. Когда у подростков выплескивается энергия и по-разному. Как вы их адаптируете? Как вы их ведете этой дорогой к спокойствию и к тому, что, наверное, нужно проявлять? К мирному существованию. А только в бою, именно в... Ну, когда ты... Как это место, где вы занимаетесь? Там, Дадянг у нас называется. Дадянг. Дадянг? Да. Вот, на Дадянке. Это правильно? Вот, да. Да, вот там вот. Находитесь. Как вы добиваетесь этого? Может быть, есть какие-то упражнения, и наши зрители начнут себе повторять и себя тоже учить? Ну, знаете, во многом мне достаточно легко, потому что те ребята, которые занимаются у меня, они дозанимаются уже очень давно. А с какого возраста, кстати? Артем, к примеру, уже восьмой-девятый год, да? Да. А с какого возраста вообще можно приводить уже в тэквон-ду? Ну, примерно с пяти. Вот он как начал у меня заниматься в детском саду. Как давно тренируете? С 2009 года. 2009 года. А вы, молодой человек, вам сколько лет? 31 в этом году. А, да? А вы летите, я хочу сказать, на 25. Да, спасибо. Мне кажется, это тоже заслуга постоянного спортивной, да, такой динамики, здорового образа жизни. Поэтому, когда ты назвала тренер, я начал искать тренера в студии. Где этот мужчина с усами и мешками под глазами? Умудренным опытом и жизнью измученный, да? Да, измученный Нарзанов. Ну, все-таки мы вернемся к моему вопросу, потому что, ну, хорошо, с детства тренируются. Ну, вы должны наладить контакт с человеком. Это просто вот... Если нет контакта со спортсменом, то результата не будет в любом случае. Ну, кстати, это самый важный момент, я согласен, потому что я тоже спортом занимался, и все очень многое зависит от тренера. Слушай, мы сейчас хотим послушать не себя. Если нет психологической вот контакта, как вы это делаете? Это вы должны быть психологом, чтобы все дети разные. Проще всего наладить контакт с детства. Это вот, если ты вошел в доверие к человеку с детства, если он... у него лежит душа к тебе, если он тебе полностью доверяет и делает то, что ты ему говоришь, даже на том же Додианге, когда ты выходишь на поединок, он безоговорочно верит в тебя и верит твоим словам, что ему нужно это сделать. Вот. Соответственно, со временем, как он взрослеет, все это откладывается у него в голове. Это уверенность растет. Да. А мы сейчас у Артема спросим. Ты веришь своему тренеру? Я, конечно. Молодец. Страшно выходить на бой? Ну, наверное, страшно, да. До первого, как говорится, удара, а потом уже забываешь про страх и про волнение. Ну, есть же какие-то у вас защитные там со стены? Все. Оно даже больше сейчас становится как незащитным. А сейчас у нас электронная система, и вся экипировка как... Ну, подскажите. Как считыватель. Ну, вы знаете. Я думаю, что об этом мы поговорим более подробнее, вот буквально через несколько мгновений. Вернемся в студию и продолжим разговор с гостями. Мы продолжаем наш увлекательный разговор с гостями, с тренером Романа Кондратьевым и Артемом Бурдюнюком, о том, как у них работают электронные системы на вот этом помосте, или как это... Который называется? Додянг. Додянг. Я не могу запомнить. Я не могу запомнить. Нет, мы привыкли к Татане. Это Додянг. Додянг. Все понятно. Хорошо, Додянг. Все понятно. Нет, но они электронные системы, я понимаю, не на Додянге работают. На человеке. На человеке. Да, сейчас далеко вперед шагнули, ну и все олимпийские виды должны развиваться. А тем более Тайквондо – это очень динамичный вид. В чем его отличие, например, от того же карате? Там меньше динамики гораздо. В карате меньше? Да. Соответственно, ну, в Тайквондо ударов больше ногами. Процентов 90 – это ноги. Они же очень похожи, насколько я понимаю. Нет, совершенно разные. Это нам, обывателям, кто не понимает. База, ну, чтобы вы представляли, к примеру, представляете, что такое бокс? Это самая сильная база руками. То же самое Тайквондо – это самая сильная база ногами. А в карате? А карате – это что? А карате – это красиво так. Карате вы очень много стоите статично. И больше… Мне больше всего нравится Айкидо. Он такой, как музыка. То есть ты направляешь энергию соперника против него. Мы сейчас не о твоих пристрастиях разговариваем. Если брать, конечно, электронные системы. Сейчас две основные электронные системы. Это KP Adidas и Daedo. У юношей больше используется Daedo система. Она одевается, как обычный жилет на корпус. И на ноги одеваются электронные футы. И что, фиксируются удары? Фиксируется удар. Как фиксирование? По жилету идет удар у нас. Попадание. При этом удар на определенную весовую категорию должен в определенной силе. А вот да, мне только хотелось. Больно? И дальше идет… Больно. По-разному бывает. Это в зависимости от весовой категории. Я сейчас у Артема спрошу. Больно? Ну, по-разному. По-разному. Смотря, откуда удар. А у тебя было такое, что ты один раз ударил, и человек все. В нокауте. Ну, там буквально пару раз. Ну, такое возможно. А вот когда за бронзу вот этот бой, да? Да. За что? Кто был соперником? Кто был, кстати, соперником? Спортсмен из сборной Ирана. Иранцы самые… Ну, не самые. Одни из самых сильных в тэквондо. Волнительно было все-таки полуфинал. Да и, в принципе, у меня первый опыт на мировом уровне. Я до этого никуда не выезжал. И сразу бронзу. Ну, и так получилось. Перспективный, Артем, у нас тут. Так вот, а когда этот бой был, ну, сильный соперник, вот если по-честному, сложно было его побороть? Сложно было. И, наверное, там волнение сказывалось большое. Очень сложно было. А ваше нет вот этого. Главное, что у тебя получилось. Как в боях без правил, когда подходят и так смотрят друг на друга в английском. Видите, она уже проиграла. Я еще не проиграла. Начнем с этого. Поговорим с тобой после эфира. Кто проиграл. А скажите, когда вы ехали, у вас ставки какие были на Артема? Да вы знаете, я всегда в Артеме уверен. И я вообще рассчитывал. Ну, я точно знал, что он зайдет на призы. Однозначно. Потому что, как он выступил на первенстве России, практически все бои он выиграл досрочно. Вот. И с большими разрывами. Периодически, знаете, мы друг другу не показываем свое волнение. Но я всегда в нем уверен. Но все равно где-то я волнуюсь. Вот. Я стараюсь ему не показать. Я знаю, что он так же волнуется. Он никогда, он с каменным лицом никогда мне этого не показывает. Вот. Тандем у нас такой. На первенстве мира я знал. Я заранее разбирал соперников. Я искал в интернете. Мы просматривали бои с ним. Готовились. То есть подготовка серьезная? Да. Ну, с иранцем немножко не повезло. В один балл. Концовку Артем его дожал. И в конце я просто получил предупреждение уже после боя. Когда развели, они должны были драться до золотого балла. И поднял карту, секундант из Ирана. Артем просто вышел. Его вытолкнули за линию. Должны были в другую сторону дать предупреждение. Ну, получилось, как получилось. А что такое золотой балл? А? Что такое золотой балл? Золотой балл – это когда равное количество очков. Назначается четвертый дополнительный раунд в одну минуту. Кто первый попадает в жилет или в шлем, соответственно. А вы не кричали судьбу на мыло? Ну, вы знаете, у нас это чревато. Сейчас есть система наказаний, желтая карта, к примеру, дисквалификация на временной отрезок и на финансовой. Тоже предупреждение такое. Финансовая – это когда судья показывает кредитную карту. Вы должны оплатить мне, погасить мою кредитную карту. Не знаю, что там показывают у вас финансовые карты. А на нашем канале ДОН24 показывают артикуляционную гимнастику. Основные движения артикуляционных органов – губ, языка, щек, нижней челюсти – это база, освоив которую, ребенку будет намного проще справиться с правильной артикуляцией звуков. Сегодня мы подготовили для вас подборку упражнений для классической артикуляционной гимнастики. Для того, чтобы ребенку было легче контролировать свою мимику, лучше выполнять упражнения перед зеркалом. Особенно это касается первых занятий. Не надо пытаться сразу освоить все. Выберите для начала несколько упражнений. Начинайте с 5-минутных занятий. И потом постепенно увеличивайте продолжительность до 10-15 минут. Каждое упражнение повторяйте несколько раз. Первое упражнение – улыбка или заборчик. Губы ребенка растянуты в естественной улыбке. Зубы сжаты. Все передние зубы, клыки и часть коренных зубов хорошо видны. Важно, чтобы мышцы шеи, плеч и лица в целом были расслаблены. Второе упражнение – окошко. Упражнение учит удерживать рот широко открытым. Активизирует круговую мышцу рта и подвижность верхней губы. Следующее упражнение – шарик. Тренирует как артикуляцию, так и дыхание. Надуваем и сдуваем щеки. Упражнение – часики или маятник. Язык-маятник отклонять то в одну, то в другую сторону. Следующее упражнение – качели. Открыть рот и острым кончиком языка потянуться сначала к носу, а потом к подбородку. Затем опять к носу, а потом снова к подбородку. Так качаются качели. Упражнение – ковшик. Широкий расслабленный язык поднимаем вверх. Следующее упражнение – трубочка. Кладем язык на нижнюю губу и сворачиваем его. Упражнение – лошадка. Открыть рот, поднять язык к небу и щелкнуть им. Показать, как цокает лошадка. Повторите то же самое, но медленно. Смотрите, чтобы под языком натянулась уздечка. Упражнение на растягивание уздечки. Имейте в виду, что выполнение упражнений для ребенка физически тяжело. Язык может уставать, подъязычная связка может болеть. Дайте ему отдых. Дорогие друзья, если вы только что присоединились к утреннему телеканалу Ростовской области. Дом 24, хотела уже сказать. Ну, телеканал Дом 24, программа «Утро». Так вот, хочу познакомить вас с нашими гостями. У нас сегодня представители спортивного клуба «Грандмастер». В гостях тренер Роман Кондратьев и победитель первенства России и бронзовый призер первенства мира среди кадетов Артем Бурденюк. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну и продолжая разговор, хочу вообще задать, наверное, общий вопрос о том, насколько сейчас популярен этот вид спорта, тэквондо. Как много учеников приходит. Вообще, на какой стадии развития, скажем так, вы находитесь? В каком возрасте вы берете людей? Вот я, например, могу пояснить. А в 45 можно прийти? Ну, я уже не буду чемпионом мира, понятно. Ну, вы знаете, разные секции у нас есть. И у всех разные результаты, можно сказать. Арман, скажите, что престарелых тоже берут? Нет, берут всех, да. Но в зависимости от тренера, кто-то хочет просто спокойно тренировать, кто-то хочет добиваться результата. У кого-то есть стимул, да, чтобы вот дети росли и выигрывали. И в дальнейшем взрослыми становились, выигрывали, становились успешными людьми. Именно в спорте. А что хочет Артем? Я? Да. Победа на Олимпиаде. О, молодец какой ты. Да? Плохо тот солдат, который не хочет один. Чемпионатом лет, Артем? 14. Вот на чемпионате мира. Через одну. Да, недавно был день рождения? 26 августа. Как раз у него день взвешивания был на чемпионате мира. На первенстве мира. Слушай, ну мы надеемся, что у тебя все получится. Вот главное, не сбавляй темп, все хорошо, мы с тобой. И попадать в жилет. Я уверена, что у него все это получится. Ну, возвращаясь к теме, кстати, хороший вопрос Саша задал по поводу того, что, ну, какая, наверное, предельная возрастная точка для того, чтобы прийти в тэквондо. Заниматься для себя, естественно. Ну, вы знаете, предельной точки нет. То есть, если 65, то тоже можно. Главное, чтобы суставы работали. Возьмите Корею, возьмите Испанию. А, вот что там. Все бабушки, дедушки, все занимаются тэквондо. Правда? Да. Послушайте, я думал, что эти вещи только вот Корея, Япония, Китай. Потому что они там вечно стоят на этих улицах там. Ну, это как-то в крови, мне кажется. Очень-очень развито. А испанцы, это прям не все. Везде развито. И у нас есть, помимо кирурги, кирурги это спарринги, по сути. Вот, есть формальные комплексы, пумсе, как каратэ-ката. Понятно. Дорожки. Я занимался каратэ-ката. Вот, большинство пенсионеров занимается этим. Ну, да, да. А у нас много вообще пенсионеров? Вот, есть такой уже прецедент, что пенсионеры занимаются? Ну, вы знаете, наш клуб направлен именно на результат. Вот, и мы растим детей, растим чемпионов до взрослого возраста. Это сейчас мягко нам сказали, что вы не приходите. Слушайте, а у меня возникла гениальная идея, как все, что возникает в моей голове. Надо устроить чемпионат какой-нибудь среди пенсионеров. А что сейчас на меня смотришь? Или каратэ, просто катать, ну или как он называется, так, вондук. Ну, смотри. Или прям бои без правил. Мне нравится эта идея, будешь от нашей команды выступать. Ну, сначала все снимают челюсти. А я посмотрю. Правильно, Алина. А я посмотрю, я красиво постою. Какой тонкий юмор. Ну, относительно, кстати, соревнований, раз уже затронули эту тему. Ближайшие какие? Ближайшие соревнования у нас открытый всероссийский турнир Grand Master Open с 13 по 15 октября. То есть в октябре уже вот-вот. Где это будет? Где проходит? У нас пройдет он, по-моему, если я не ошибаюсь, на втором поселке Аджинифа. В Ростове. То есть, в принципе, можно узнать всю информацию в ваших социальных сетях. А можно туда прийти и посмотреть? Конечно, это бесплатно. Вы можете прийти и посмотреть. На этот вид спорта? В несколько дней будет проводиться этот турнир. А затем у нас очень крупное мероприятие будет впервые в Ростове. У нас проводится чемпионат России среди взрослых. Вот это интересно. Это будет КСК-экспресс. А скажите, девушек вы тренируете? Да, именно вот в нашей секции 22 девочки. Был кто-то с Артемом ездил из девчонок? Девочки ездили на Россию у меня, но максимально пока до четверть финала доходили. Ну, немножко девочки послабее, чем мальчики. Вы знаете, периодически вот даже девочки выиграют мальчиков. Вот, ну. Ну, увы. Артем, скажи мне, пожалуйста, твои одноклассники по утрам телевизор смотрят? Да. А мама с папой? Да. Да. А сейчас вот повернись вот туда и скажи им всем доброе утро. Доброе утро. Это что, привет никому не передашь? Ну, привет маме, папе и всем друзьям. Здорово. Спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли. Доброго вам утра, хороших начинаний и обязательно побед. Вам доброе утро. Спасибо. И олимпийского золота. Да, потому что мы ждем вас с новыми победами. А в следующий раз, пожалуйста, с медалью приходите, чтобы мы ее прям посмотрели. А у нас есть медаль. Так, покажите. И вы молчали. И ты в кармане держишь. У нас есть ровно три секунды, чтобы успеть показать эту медаль. И мы носим ее в кармане. Тебе, смотрите, они не только не показывают на своем лице ничего, но они очень скромные ребята. Вообще дать в руки. Я думал, ты оденешь медаль. С этой медалью... Вот на этой замечательной медали и на этой прекрасной ноте мы сейчас перейдем к рекламе. А нашим друзьям желаем удачи. Друзья, всю информацию, которую вы не успели увидеть у нас в нашей программе, вы можете посмотреть на нашем сайте www.don24.ru В эфире программа «Утро» и мои очаровательные ведущие. Ну что, друзья, у нас были замечательные гости. Они улетели, но обещали вернуться. Ну, собственно говоря... С золотыми медалями. Да, за золотыми медалями. Ну, я надеюсь, что мы с вами тоже сможем теперь летать, потому что на новых самолетах из Ростова и Краснодара в Санкт-Петербург, потому что авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов. Теперь мы перебираемся из РЖД в аэропорт. Я правильно поняла? Мы слушаем все про рейсы. Да, причем с 10 октября начнутся рейсы. Самые дешевые билеты были по 888 рублей. Они были моментально раскуплены, но эти билеты не предполагали провоза. Вообще перелет. Благажа, да. Теперь самый дешевый бюджетный билет обойдется в 2490 рублей. Ну, вот так, дорогие друзья. Ну, кстати, очень актуальная информация, потому что многим она понадобится. Ведь в Москве стартовал конкурс. И можно молодым и активным людям получить 200 тысяч рублей, если они представят проект. Немножечко расскажу подробнее. Саша сразу глаза забегает. Саша, там, понимаешь, там ключевое слово молодым людям. А я думал, ключевое слово, что самолеты, о которых я рассказал, летают в Питер, но премию можно забрать в Москве. Можно поедить в Москву. Так вот, общественная палата России продолжает прием заявок на участие в ежегодном конкурсе социально значимых проектов «Мой проект моей стране». Победители в каждой номинации получат призовые сертификаты номиналом 200 тысяч рублей. И уже в Москве 3 ноября состоится награждение победителей. И можно будет узнать, кто же это такие. От Ростова обязательно поедут ребята. Вот, кстати, на прошедшей премии в первой половине года областной конкурс был социальных проектов, проведен «Воля и великодушие», и было представлено целых 250 социальных проектов. Представляете? Я предлагаю газете «Молот» более крупным шрифтом писать, потому что... Потому что ты не можешь читать? Да, потому что я не могу читать. Саша, одень очки. Да, Саша, одень очки. Но я хочу вам сказать, что вот мне сейчас напомнило, не всем видно, зрителям вообще никому не видно, тут подчеркнутые строчки, мне это напомнило программу «Прожектор Перис Хилтон». Давайте как-нибудь обсудим эту тему. Я не договорила. 200 тысяч чего? Рублей, долларов, евро? 200 тысяч рублей, конечно, но это же еще не все. Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи учредила специальный приз, который сможет стать дополнительным стимулом для граждан-активистов Ростовской области. Для пяти жителей региона, авторов социальных проектов, которые покажут лучшие результаты в общем рейтинге конкурса, будет организована поездка в Москву на итоговый форум активных граждан сообществ. При условии, что туда полетят самолеты. А вы знаете, что я вам хочу сказать? Это все хорошо. Но вот 97% ростовчан хотели бы работать дома, и не выходя из дома зарабатывать деньги. Это огромное высвобождает время, не нужно никуда ехать, искать парковки. Я отношусь сегодня к тебе 3%. Ходить в кафе и тратить там деньги на кофе. Дорогой, можно просто дома сделать себе кофе. А я тебе больше скажу. Ученые мне для этого не понадобились. 99% ростовчан просто не хотят работать. Кстати, ну не уверена, что, конечно, так много. Но вот я не отношусь к этим 97%, потому что я пробовала делать в том, что не пробовала работать дома. Я пробовала работать дома, скажу честно, и мне это не нравится. Потому что через месяц ты вообще в принципе думаешь, ой, ну а зачем там приводить себя в порядок? Вот эта стрижка, вот эти вот манифика. Вообще, когда ты ходишь на работу, ты все-таки как-то мобилизуешься. Нет, ну во-первых, мобилизуешься. А вы приводите себя в порядок. А главное, что это общение. Потому что дома, ну это просто можно сойти с ума и полезть на стену. Все, что можно сделать дома, это включить телевизор и программу «Утро». И в очередной раз, кто не успел, посмотреть гороскоп от Изабеллы Городецкой. Овны, сегодня не надейтесь переубедить партнера. Если ваши принципы серьезно различаются, вам будет непросто найти общий язык. Тельцы. Звезды советуют вам сегодня серьезно относиться к комплексу своих повседневных обязанностей. Соблюдайте служебную субординацию. Близнецы. Вплоть до вечера вы будете способны уверенно шагать поставленной цели, не сомневаясь в своих способностях или в профессиональной квалификации. Раки. Утром и днем соблюдайте правила «Не переступайте границ дозволенного». Добровольно считайтесь профессиональным кодексом чести и комплексом семейных традиций, иначе вас принудят к этому обстоятельству. Львы. Утренние и дневные часы благоприятны для профессиональных контактов, посещения государственных учреждений, визита в нотариальную контору. Девы. Пора трезво оценить свои возможности. В зависимости от ситуации это могут быть материальные накопления, партнерские и клиентские связи, профессиональные умения. Весы. Сегодня вы тяготеете к автономии и предпочитаете самостоятельность. Препятствием к доверительному общению с вами может стать ваша же принципиальность. Скорпионы. Сегодня до наступления вечера вам будет полезно временное пребывание за кулисами, особенно если вам нужно на чем-то сконцентрироваться или что-то утаить. Стрельцы. Утренние и дневные часы располагают к спокойной работе по заранее продуманному плану. Сегодня вы можете твердо рассчитывать на поддержку друзей и старших партнеров. Козероги. Сегодня основные инструменты достижения целей – профессионализм и жизненный опыт. Водолей. Для важных дел выбирайте утренние и дневные часы. В это время ваша логика будет железной, а выбор – безупречным. Рыбы. В финансовых вопросах сегодня вам не помешают экономность и осмотрительность. Вечер позволит вам вернуться к непринужденному выражению чувств и к более удобному стилю действий. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать логично. После гороскопа напомнить всем уходящим на работу в детский сад и школу о погоде сегодня. 18 сентября – понедельник. Сейчас за окном плюс 20, днем до 32 градусов тепла, вечером в принципе также 32, а значит можно идти в футболочках, легких кофточках и совершенно не брать с собой зонтики. Самая высокая температура плюс 34 была 18 сентября 1971 года, за год до рождения Саши, а самая низкая температура была за год до моего рождения 0 в 1958 году. Прекрасно, что мой день рождения никто не знает. Послушайте, мы так сейчас Ирина сыпала цифрами, я тоже решил засыпать вас цифрами. По профилю моей профессии основного бизнеса ростовчане стали в три раза больше тратить денег на развлечения, друзья мои, по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек уменьшился с 1250 рублей до 909 рублей. Развлечения стали дешевле, доступнее. Да, значит, жители Южной столицы, то есть Ростова-на-Дону, для тех, кто не в курсе, стали в 10 раз чаще посещать аттракционы. Я думаю, что это связано с колесом обозрения, которое у нас новое появилось. Кстати, я была, мне так понравилась. Да, в 8 раз стали больше ходить в театры. Это тоже прекрасно. Благо, наш театр Горького радует нас репертуаром и качеством. В 4 раза публичные лекции, в 3 раза стали больше ходить в кино, в 3 раза больше. И с развитием одного из направлений развлечений, таких как квесты, стали больше ходить в квесты. В 2 раза больше. Это, кстати, очень интересно. Знаешь, у меня есть знакомые, добрые, хорошие, которые еще не были ни разу на квестах. Так что я думаю, что эти цифры еще изменятся, возрастут посещаемые. Алиночка, допиши там сразу виничку. А вот, кстати, на концерты стали ходить меньше, да. А концертов тоже стало меньше. Концерты стали дороже, вам не кажется? И дороже стали. Ой, слушайте, надоело это пение под фонограмму. Ну, кстати, я не могу с тобой согласиться. Все концерты, на которых я была вот за последний год, везде люди пели. Тебе очень повезло. Нормально, без фонограммы. Ну, кстати, есть же альтернатива всем этим развлечениям. Да, вот изобрели бы что-нибудь такое, чтобы когда начинают петь под фонограмму, артиста бьет... А возможно и изобретут, потому что... Или изобретам. И потому что уже буквально в октябре, с 24 по 28 октября, на базе промышленного каворкинга «Гараж» пройдет второй южно-российский конкурс изобретений «Донская сборка». Сообщает нам об этом газета «Молот». И ее глаз Алина Малинина. Ну, люблю я читать газеты. Так вот, организаторы хотят увидеть на площадке как можно больше изобретателей, школьников, ученых и просто любителей. Ну, а мечта, естественно, каждого участника, что реализовать, материализовать свое изобретение. Прием заявок еще идет. Вот он идет непосредственно в самом каворкинге и на сайте «Донская сборка». Участником может стать любой желающий. И тут ограничений по возрасту нету. С 9 лет. Вот исполнилось тебе 9 лет, пожалуйста. Мне давно исполнилось. Да. Мне уже 9,5. До 9 лет, наверное, да. Навряд ли кто-то что-то может изобретать. Ну, главное... Только что-нибудь разобрать, посмотреть, как устроено. Ну, мы родители называем это «ты опять сломал». А на самом деле дети изучают мир и как устроены предметы. Ну да, главное, что идея должна быть как-то воплощена, собрана из любого материала, чтобы была возможность представить ее членам жюри и защитить свой проект. Напомню еще раз, с 24 по 28 октября это будет все мероприятие проходить. Обещают классное, зрелищное такое мероприятие. Например, посетители увидят усовершенствованного робота-промоутера, чьим дизайном сейчас занимается студент университета. Я такого робота видел в Сочи. Ну, там он такой, знаете, как немножко... Как терминалы. У него большой экран, и ты вводишь, что тебе нужно. Он тебе говорит, отвечает голосом. Ну, вот, представляешь, а у нас ребята, школьники и студенты собирают у нас здесь, в Ростове. Я думаю, что если представится возможность, то мы обязательно позовем их к себе в гости. Знаете, кто такие промоутеры? Люди, стоящие на улице, раздающие листовки. Вот представьте, вы стоите, промоутер вам протягивает листовку. Стоит робот. Вы, естественно, в обычной жизни говорите, нет, нет, мне не надо. А представляете, теперь, если это робот, у него рука выдвигается, выдвигается, вы уходите, а эта листовка тянется, тянется, тянется. И вам в итоге надо ее взять, иначе просто, ну, вас опять же бьет ток. Нет, а мне сразу представилась заяц. Волк. Заяц. Волк. Он же за ним ходил до посинения. Ну да. Так что вот такой робот может за вами ходить и заставлять. Я тоже вырос на этом мультике. Я тоже, да. Нет, самое главное, что прогресс должен шагать. Прогресс должен шагать. А вы должны, дорогие наши, уже шагать на работу. Поэтому хорошего вам дня, прекрасного настроения. Не забывайте о том, что мы о вас помним, мы вас видим. Я не знаю, как мы вас видим, но вы-то нас точно видите, друзья. Пока еще техника до того не дошла, чтобы мы через камеру видели, что происходит у вас. Хотя некоторые службы через некоторые телевизоры видят и слышат, что вы там делаете. Не забывайте, что вся информация актуальная и полезная всегда есть на сайте www.don24.ru. Если вы вдруг не успели посмотреть программу «Утро», просто зайдите на сайт и узнайте все самые важные и главные новости. Алина, не укладывай людей спать, им идти на работу. Хорошего рабочего дня, дорогие друзья! Одежда ведущим предоставлена магазином MySecret.